МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цой Зимфира, Сергей Шнуров. Кого только не исполняют на Арбате. Здесь уличные музыканты больше всего любят показывать свой талант. Прийти с гитары на Арбат может любой, но если много аппаратуры, лучше получить официальное разрешение. Его дает правительство Москвы. Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте проекта «Уличный артист», а потом выбрать время и площадку. Чтобы услышать звук, заставить видеть глаз, я покажу вам путь, я точно обраду вас. В отличие от многих своих коллег по улице, группа 2 и 1 не собирает деньги в шляпу. Улицу они используют как бесплатную рекламную площадку. Чем больше людей их здесь увидит, тем больше потом придет на клубные концерты. Для нас это в первую очередь поиск каких-то новых взаимодействий на сцене, каких-то новых интересных фишек, шоу, потому что сделать их в студийных условиях довольно-таки сложно. Здесь мы выходим на публику, играем, и какие-то вещи репетируем, придумываем, какие-то сценические штуковины. И единственная благодарность, которую мы получаем от зрителей, кроме аплодисментов и подписок на различные соцсети, это то, что они посещают нас на наших концертах. А билет на выступление поп-рок-группы стоит в среднем 500 рублей. Неплохо, если учитывать, что на концерт приходит несколько сотен человек. Музицировать, да еще и зарабатывать на игре. Кто об этом не мечтает? Я не исключение. За советом, с чего начать, иду к педагогу по фортепьяно. Что вы посоветуете человеку, который решил заниматься с нуля? Вот с чего начать нужно? С грамоты. Это нота, это длительности, это какие-то элементарные аккорды, гармония, скажем. Самый-самый-самый разыск, чтобы можно было так же подбирать любую песню. Скрипичный ключ, октавы, ритм. Вадим рекомендует, даже если у вас хороший слух, пробежаться по теории будет очень полезно. Отточить свои знания педагог предлагает на самой простой мелодии. В опале березка стояла. Четыре разнотка, си, четыре разнотка, си, раз, два, три, четыре, потом ля-ля, соль, соль, фа, диэс, и ми. Вот и все элементы. Да. А кроме березоньки, можно что-то популярное сыграть сейчас? Есть такая песенка, не забудка, исполняет Тима Белорусский. Ну-ка, повтори, попробуем. Да. 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 Вверх, вверх, ля-ля-ля-си. Сыграть мелодию двумя руками оказалось не так-то просто. Ну что ж, Кать, не забудка, да? Попробуем все-таки, я попробую что-то наиграть, саккомпанировать. А я мелодия. А ты мелодия. Да, понятно. Да, давайте. Попробуем все-таки, я думаю, что нам буквально с тобой три, два, пять занятий, условно, да, и мы готовы выйти уже в металл. Но когда я слышу, как играют настоящие виртуозы, понимаю, мне до их уровня еще очень далеко. Понадобится несколько лет практики. Мун квинтет, исполняющий классические произведения, выступает и в метро, и на улице. В коллективе уверены, Чайковский не менее популярен, чем модная сегодня монеточка. У классики даже преимущество есть. Эти мелодии знают по всему миру, и значит, денег можно выручить гораздо больше. В глазах многих людей это некоторые, может быть, попрошайки, которые так пришли, заработали и пошли дальше заниматься какими-то своими делами. Это не так, это постоянные репетиции, это постоянные административные вещи, там, например, забронировать точку, там, договориться с другими музыкантами. Это вкладывание денег в оборудование. У нас, например, один микрофон для скрипки стоит 35 тысяч. И это такой же бизнес, это такое же дело, как и любое другое. За два часа выступлений на оживленной улице музыкантов остановятся и послушают около двухсот человек. Половина из них оставит денежное вознаграждение. За вечер наберется пять тысяч рублей. Больше только гонорары на свадьбах и корпоративах. Выступление музыкантов на празднике обойдется в сто-сто тридцать тысяч рублей. Но чтобы столько заработать, нужно быть профессионалом. Пойду практиковаться. Екатерина Макарова, Александр Мальковский. Специально для Культуризма. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...